Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как поставить себя, когда оговаривают, приписывают очень постыдные ситуации, чтобы уволилась с работы, так как начальнице я не угодно. Ну, наверное, в первую очередь здесь имеет смысл обратить внимание на то, ради чего или зачем вы вообще, как бы, работаете. То есть, вот, именно на работе вы зачем? То есть, хотите ли вы, например, делать свою работу, нравится ли вам ваша работа и так далее. То есть, это вот первое, на что я бы обратил ваше внимание, потому что от этого, ни много ни мало зависит вообще-то все остальное, все остальное. То есть, от этого зависит то, например, как вы дальше будете двигаться. Ведь действительно, вы можете быть неугодны кому-то. И это нормально, к сожалению. Это нормально, в том смысле, что так бывает. Но если у вас есть понимание того, с чего вы хотите, если у вас есть понимание того, куда вы двигаетесь, если у вас есть понимание того, зачем, для чего вы работаете и так далее. То я не думаю, что будет как-то очень сложно, очень сложно сопротивляться, я не думаю, что будет очень сложно выдерживать эту ситуацию. Это первое. И второе, на что хочется обратить внимание, это то, что крайне, пожалуй, важно в данных условиях быть собой. И реагировать так, как именно вам хочется. То есть, своей реакцией последовательно демонстрировать то, в чем правы и в чем не правы, например. Те люди, которые вас, ну, оговаривают, так скажем. Потому что у всех свои интересы. Особенно на работе. У всех свои цели. Особенно там, где есть коммерция, там, где есть личные цели. И важно быть собой. В общем. Если вы испытываете некоторые чувства, чувства сомнения, чувства стыда, прочие неприятные чувства, например, то это нужно отдельно рассматривать. Именно отдельно рассматривать. То есть, не рассматривать это конкретно в привязке к происходящему. Потому что, как мне кажется, этой привязки к происходящему нет. Вы реагируете на то, что происходит, как бы, наследственно. Не в том плане, что вы получили по наследству что-то. А в том плане, что вы реагируете на какие-то события, потому что уже готовы были на это, как-то реагировать. Вот в этом и заключается суть того, как вам себя можно и нужно поставить. Ситуация, к сожалению, такова, что довольно часто людей нужно учить. Людей нужно учить тому, как с вами обращаться. Людей нужно учить тому, как с вами взаимодействовать. Это правда. Но учить людей взаимодействовать с вами можно по-разному. Можно делать это, жертвуя собой. Можно делать это, как бы, ну, принося и терпя огромные проявления стресса. А можно делать это, а, естественным путем. Естественно проявляя свои качества, естественно проявляя свои чувства, естественно проявляя свои эмоции, свои желания, свои переживания. переживали. Я не буду говорить о том, что это легко, потому что это было бы неправда. Было бы неправда, если бы я сказал, что это легко. Но это единственный выход. Да, конечно, можно решать проблему так, как сказал мой коллега. То есть можно решать проблему именно в контексте юридическом. Понимаете, да? Но тут как бы все зависит от вас. То есть это ваше решение и соответственно вам нужно здесь уже осмотреть. Можете ли вы это делать или нет? Можете ли вы решать данную проблематику в юридическом ключе или нет? Я не знаю всей ситуации и может быть у вас такой возможности и нет. Но тем не менее, я думаю, что вначале разобраться в себе весьма и весьма важно. А дальше уже вы смогли бы определиться со своими действиями. Не только в психологическом плане, но и в юридическом плане. Потому что сейчас вот есть ощущение, что вы растерянные. И из этой растерянности вас можно и нужно вывести. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!